Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня я вместе с вами буду тестировать очередную палетку теней с Алиэкспресс. И даже нет, не палетку, а как называют ее китайцы, набор для макияжа, потому что у нас здесь не только тени для век, но и есть три оттенка теней для оформления бровей и три довольно интересных помады для губ. Начнем, конечно же, с бровей. Их мне очень сейчас сильно не хватает. И у нас в палетке три оттенка на выбор. Первый теплый коричневый, второй более холодный, такой сероватый и третий должен был быть для брюнеток, но он почему-то с явным синим пигментом. Я думаю, вряд ли он им подойдет. Я, конечно же, возьму средний такой серый оттенок, нанесу на скошенную кисть и попробую обрисовать себе границу бровей. Цвет пигментированный. Я сразу же с первого прикосновения его вижу. Теплее, чем выглядит в палетке, но под мой слегка рыжеватый цвет волос в принципе норм. Меня больше интересуют хвостики бровей и нижняя граница. Довольно неплохой цвет, кстати, получается. Он абсолютно матовый, его не видно, хорошо растушевывается. И, в общем-то, я довольна состоянием своей брови. Время переходить к макияжу глаз. Он у меня всегда начинается с базы под тени. Иначе ничего у меня держаться на глазах не будет. Сегодня я все-таки еще планирую выйти на улицу. Поэтому хочу сделать более такой носибельный, натуральный, красивый макияж. Но с какой-нибудь маленькой изюминкой. Посмотрим, как это у меня получится. Итак, у нас на выбор 16 оттенков теней. Они здесь и шиммерные, и матовые. Я предлагаю начинать, как всегда, с чего-нибудь светленького. Уж очень мне нравится вот этот вот персиково-розовый оттенок. Так, набираю его на кисточку и пробую перенести на все веко. Обычно я это делаю такими вот прикладывающими движениями. Как видите, цвет довольно быстро и просто перенесся. Для матовых светлых теней это отлично. Я, как всегда, планировала сделать макияж не в розовых тонах. Но, боже мой, разве попрешь ты против природы? Прям не могла сдержаться. Кисточка так и просилась в этот оттенок. Дальше переходим, конечно же, к оформлению складки. Для этого у нас есть очень красивый такой светло-бежевый матовый оттенок. И я хотела бы, наверное, смешать его с вот этим оранжево-абрикосовым. Убираем остатки и пробуем растушевать нашу складку. В моем случае это делается для того, чтобы уменьшить этот эффект нависшего века. Да и вообще придать такой немножко глубины глазу. Он у меня довольно выпуклый, выступающий, скажем так. Поэтому мне нужно его немножечко ограничить. Сами тени на ощупь очень мягкие. Я бы сказала, даже чересчур мягкие. Потому что даже от прикосновения кисти к ним, они начинают немножко повреждаться. Появляются всякие выемочки. Получается прям аж слишком тепло. Я хочу немножечко нарушить эту идиллию более темным оттенком. Так, это, наверное, вот так правильно держать. И, кстати, вот здесь вот зеркало очень бы даже не помешало. Было бы, наверное, удобнее вот так вот краситься. Здесь почему-то темные все шиммеры. Поэтому я возьму оттенок для бровей как раз вот тот вот темно-синий. Конечно, пигментация в темном оттенке очень не очень. Это абсолютно не насыщенный такой черный цвет, а более такая графитовая дымка. Пока получается немножко топорно и грязно. Но мы это все будем исправлять растушевкой. У меня вот так всегда. Когда я на средине пути, все кажется прям очень плохо и хочется сразу же умыться. Ну, здесь главное терпение и посмотреть, что выйдет в конечном результате. В большинстве случаев в итоге получается очень даже неплохо. Не скажу, что идеально. Хорошо, но неплохо. На нижнее веко немножечко спускаюсь с темным оттенком. Вот как всегда хотела какой-нибудь такой натуральный мягенький макияж. И бахнула сюда темные тени. Вот что здесь скажешь. Теперь мне все это нужно растушевать. Поэтому возьму вот такой вот оттенок и попробую смягчить слегка границы. Пожалуй, стоит уже остановиться и все-таки вернуться к той изюминке, которую я обещала в начале видео. И я вот сижу и не могу выбрать между двух вот таких вот розовых шиммерных оттенков. Первый такой лососевый сверкающий. Второй цвет такой более пыльной, слегка влажной розы. Не знаю, не знаю. Эти муки выбора постоянно меня преследуют. Или взять вообще золотой психануть. Я, наверное, остановлюсь на более таком лососево-розовом оттенке. Вот это вот сердечко самое крайнее. И пробую нанести его с помощью все той же кисточкой, но смоченной в фиксаторе для макияжа. Не знаю, работает ли это, но сейчас мы проверим. И опять же прикладывающими движениями. Он вроде переносится, но как-то кусочками что ли. Оказывается, не все лайфхаки работают. Поэтому попробую нанести пальцем этот оттенок. Но вот это вот совсем другое тело. Что-то особого сияния у меня не получилось создать на глазах. Тени почему-то не очень хорошо переносятся. Но я возьму все-таки вот такой вот светлый самый оттенок. И попробую его разместить, конечно же, во внутреннем уголке. Все очень стандартно, но это работает. В целом нужно отметить, что тени практически не осыпаются. Ни матовые, ни шиммерные. И это очень даже хороший плюс. Ну что, с макияжем класс, мы уже закончили. И время переходить к губам. Сейчас мне немножечко страшно, потому что вот эти вот продукты мне не очень внушают доверие. Мало того, что они там с частичками теней темных, видимо, они рассыпались во время транспортировки. Так еще и начали выступать какие-то жирные капельки на поверхности. Конечно же, это все нужно тестировать. Зачем я, собственно, здесь сижу перед вами? Поэтому я все-таки возьму какой-нибудь из оттенков. Давайте выберем средний. Такой очень нюдовый, приятненький. Сниму с него верхний слой. И попробую все-таки нарисовать у себя что-нибудь на губах. Это такой более коралловый цвет. Мне показалось, что у него есть какой-то привкус. Как будто прошлогоднее клубничное варенье. Запаха нет, только привкус. Я бы не сказала, что это все-таки блеск. Похоже больше на помаду. Очень увлажняющая формула, учитывая, что у меня сейчас губы очень пересушены. А в итоге получается вроде бы как норм. Вполне вероятно, это такой будет мой цвет на каждый день для губ. Очень универсальный, приятненький. Нелипкий абсолютно. Ну что, вот такой вот макияж у меня получился. Честно, я очень довольна результатом. И абсолютно его не ожидала. Учитывая то, что это все-таки китайская палетка, каких-то определенных промахов по качеству и по пигментации я все-таки не заметила. Ссылочку, как всегда, оставлю внизу в инфобоксе. Возможно, вы тоже захотите попробовать. На этом все. Надеюсь, это видео было вам интересным или полезным. Если это так, не забывайте поставить свой пальчик вверх. Мне будет очень-очень приятно. Это дает мне стимул снимать подобное видео чаще. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока!